Я недавно делал подобный ролик, он о не совсем обычных находках, не совсем обычных местах. Хотя на моем канале можно увидеть много чего интересного, про поезд, да и разное полезное и просто о сельской жизни. И первая необычная находка была обнаружена охранниками тюрьмы. Они обратили внимание на голубя, который приземлился в центральном здании тюрьмы, Ла Реформа. Это у нас Коста-Рика, Сан-Рафель де Аллахуэла. Вон название какое, почти матерное слово. Да, вдруг кто-то забыл, то это страна в Центральной Америке. Голубь не оказывал сопротивления при задержании, но сразу заявил, что его заставили это сделать, его шантажировали и он просто жертва. Да, в сумке у голубя было веселое настроение, 14 грамм кокаина и сколько же марихуан, на сумму около 300 долларов. Это уже не первый случай, полиция думает создавать новое подразделение. А вот так вот решил прокачать свою тачку мужчина 33 лет в США. Напихал кокаина, героина в раздаточную коробку, ну чтобы авто ехало лучше. Потратил на такой тюнинг 50 тысяч долларов. Но в полиции почему-то не верят, но видно сразу же, что в авто не понимают. И посадили еще вдобавок горе слесаря надолго. Таможенные органы Южной Кореи объявили, что им удалось задержать банду тайванских контрабандистов, которые действовали по весьма необычной схеме. Преступники перевозили золото в анусах туристов. Главному злодею 47 лет, он житель Тайваня. А зовут его Зоу, прям мистер зло. Да, понимаю, возникает логичный вопрос. Как злодей и его банда с 8 человек добралась до поп туристов? Дело в том, что Зоу пообещал оплатить их отдых в столице Кореи, городе Сеуле. На дармовой отдых повелось 11 веселых анусов. Туда напихали 60 килограмм 750 грамм золота. Всего 270 золотых слитков, весом 225 каждый. На каждую веселую попу досталось 24 слитка, или это у нас 5,5 килограмм. Но Зоу пока не задержали. Так что, если вы думаете отдыхать в тех местах, не соглашайтесь на дармовой отдых. А вот мегамозг. Голландец спрятал в брюках 12 маленьких калибрей. Птицы привязали лентой и проложили в специально подготовленный карман. Но через то, что птицы решили наказать супостата, его походка вызвала подозрения у полиции. Все спалился. Заготовить сено на зиму. Ну что тут может быть противозаконного? Но полиция решила проверить пару на первый взгляд обычных тюков. И оказалось, вот попадоз. А это не наши. Это мыши, наверное, за ночь наносили кокаина на несколько миллионов долларов. Думаете, горе фермерам кто-то поверит? Пограничники и таможня изъялись спрятанные в бюстгальтере у проводника пассажирского поезда полмиллиона рублей. Это было в Сумской области. Сообщают, что валюта обнаружена во время погранично-таможенного контроля поезда в пропускном пункте Конотоп. Во время проверки инспектор погранслужбы обратил внимание на пышные формы груди проводницы. Замечтался и подумал, эх, а интересно, они настоящие. И когда проверяли, оказалось, что там нычка. Вот так вот всегда. Проводница не угадала банально с размером. Да, девушки на фото это не та проводница. Они ни разу не ни. Друзья, если вам не сложно, пару слов. Вот такие вот ролики вам интересны для общего развития или нет? И заметьте, они выходят не взамен основных, а так сказать, вдобавок, бонусам. Стоит пилить чего-то подобное или не надо? Скажите, я сейчас точно где-то копаю. Ну или собрался чего-нибудь захомячить. Это же я. А вам хороших выходных и безграничного здоровья. Все, что я делаю, я делаю для вас. Увидимся еще на канале. А как пахнет, я уже, человек, попробовал. Нет, рожа не лопнет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!